Сегодня у нас 15 сентября 2024 года. Привезли сорт винограда черного пьяна. Сейчас будем разгружать, уже час разгрузились. Собираем вот такие ящики, компактные ящики по 15 килограмм. Такой ветер сегодня сильный. Но процесс в своем деле мы будем задерживать. Сейчас на весы взвесим тару. 2 килограмма тара. Так, сейчас взвесим. Так, 15 килограмм показывает винограда в ящике. Минус 2 килограмма. Итого, в ящик не полный, получаем 13 килограмм чистого продукта. Нам вес необходим для того, чтобы вносить необходимые компоненты, определить общий вес перерабатывания винограда. Продолжаем процесс. Сейчас подготовили здесь дробилку с крепкоотделителем. Здесь нержавеющая емкость. Вот такая здесь нержавеющая емкость пищевой. Нержавеющей стали. Специальный заказ делали. Дробилка. Сейчас будем начинать процесс. Подготовим. Вот в ящиках так. Стариваем сюда. Это проверенный в каждом ящике виноград по определенному сорту. В данном случае от черного пиана. Вносить будем пересуфит калия. При дроблении. Прямо в дробилку. Высыпаем наш виноград в дробилку. Задаем пересуфит калия. То есть серу. Из расчета. Объемного расчета. Нашего винограда. Прямо в дробилку на грозе. И начинаем отделение. Ягод. Подгрозу. И достаточно вот такой простой дробилки. Вот так вот деляются от гребни. Продолжаем наше движение в процессе виноделия. Передрубили сорт винограда черного пиана. Вот можно посмотреть. Даже если нет возображения. А сразу после дробления и деления от гребней. Вот такой имеет цвет сока. Сока много. Довольно. Но это мягко здесь кожица. Удивительно какой интересный. Не фиолетовый как обычно. Мерлу или ширазе. Или кабарне совиньон бывает. А вот такой темно-красный. Почти рубиновый цвет. Да, интересный сорт. Да, будем дальше продолжать. Наши переносит в емкость. Для брожения. Загрузили наш дробленый виноград. Черного пиана. Вот в емкость. Здесь кверху емкости некоторый час пространства остается. Это необходимо делать так. Полностью заполнять емкость нельзя. Иначе при брожении шапка выпадема и вываливается с емкости. Пока накрываем пленкой. Здесь и спирт сульфид. То есть серое место нас сохраняет от окисления. Накрываем пленку всяких мушек. Чтобы не испортили наше будущее вину. После того, как загрузили дробленый виноград в емкость, делаем регидрацию дрожжей. Вот такие мы используем дрожжи. При регидрации дрожжей используем активатор брожения. Обязательно. Каждый раз. Во всех случаях. Тогда будет качественное брожение. Когда мы делаем по красному методу обязательно добавляем вот такой фермент. Он извлекается питательным веществом из кожицы. Холодную мацерацию мы не делаем. Сразу задаем фермент в емкость. Потом питание для дрожжей. Вот такое. Питание для дрожжей. А также вот такой препарат для красных вин. Это очень важные моменты такие в виноделии. Если вы думаете, что все есть в виноградном сусле, да, оно там есть, но бывает недостаточно. Для получения качественного сухого вина необходимо вот эти элементы всех препаратов добавлять. Ну, это кто как. Мы делаем так. Показываем, как мы делаем. и получаем хорошее, качественное сухое вино. Так, начинаем регистрацию дрожжей и заправляем их суслом. Очень важный момент. Когда сбражим сухое красное вино или по красному делаем винификацию, необходимо, чтобы температура в помещении была не менее 25 градусов. Да, ну вот, идет брожение вот здесь, шапка поднимается, температура чуть-чуть поднимается. Ну, до 30-32 градусов ничего. Так пойдет. После того, как мы внесли дрожжи, чистую культуру дрожжей в наше сусло и необходимые ферменты, закрываем емкость вот так пленкой прозрачной, что видно, как начинается брожение. И вот такой резинкой, мощной резинкой закрываем, чтобы сюда ничего не попало и угликислый газ, который там, он будет скапливаться под этой пленкой и не будет укисляться наше сусло. Туда ничего не будет попадать, мошки, если возможно, насекомые, все закрыто, хотя тут помещение у нас для брожения. Вот приготовили бутылки для разлива прошлого года. Итак, ждем начало брожения. Обычно брожение начинается где-то через 12-14 часов. Это минимально. А максимально через сутки. Главное, чтобы поддерживать температуру, чтобы температура была не ниже 25 градусов. Это условие для успешного брожения покрасного. Ждем начала брожения. Вот здесь посмотрим, как шапка поднимается. Вот посмотрим, как шапка поднимается. Сейчас уже можно брать мяшовку и делать пижаж так называемый. Вот всю эту штуку надо несколько раз в сутки перемешивать. Активно перемешивать. Вот так шапка поднимается. Ну, тут запас есть, и она не вываливается. в таком плане. в этом сусле у нас сахаристость была 23% а кислотность 3,3 3,2 где-то так PH 3,2 это вполне прилично. Вот так делается пижаж перемешивается шапка так шапка так мешка стоит свободно. Так продолжаем дальше наше виноделие. Спасибо.